С праздником, мои дорогие! Сегодня день Святого Духа, и мы находимся с вами на горе Сион. О, сегодня здесь идут баталии и битвы, но обо всём постепенно. Прежде всего, сегодня день, когда мы вспоминаем с вами сошествие Духа Святаго на апостолов. И вот давайте я немножко расскажу вам о том, что это был за день тогда, 2000 лет назад, когда здесь, вот на этом западном холме Иерусалима, родилась наша с вами церковь. Община апостолов стала церковью. Пятидесятница – это еврейский праздник Шавуот. Шавуот – это семь седмиц, то есть семь недель от Ветхозаветной Пасхи до сегодняшнего дня. У евреев в Ветхом Завете это был особый день. День, когда наконец-то заканчивался сбор урожая ячменя, пшеницы. И подсчитывался, и вот радовались, ликовали, благодарили Бога за собранный урожай. Притом праздновали прямо на полях, танцевали, нередко даже прямо и спали вот так вот на поле, среди сухой травы, соломы. И, конечно, первые плоды собранного урожая в особо красивых корзинах больших несли в храм. Отдавали первосвященнику и говорили, свидетельствую этим, что я вошел в землю, которую дал мне Господь. И вот в этот-то и день были собраны апостолы в синагоге, когда сделался сильный шум, как от несущегося ветра, и сошел на них Дух Святой. Вот в этот день в Иерусалимской церкви проходит совершенно особенный крестный ход. Здесь на Сионе находится Иерусалимская семинария. Ну, семинария не в том понимании, как привычно нам, россиянам, да. Семинария – это общеобразовательная школа с религиозным уклоном. И здесь учатся детки с 7 лет, и потом нередко становятся монахами-святогробцами. И если хотят уже дальше продолжать свое образование духовное, должны ехать, конечно, в Грецию, в Афины или в Ливан. То есть у нас нет то, что называется духовной академии. А вот семинария, такая школа для мальчиков, она находится здесь. И сегодня здесь была литургия, и вот крестный ход. Совершенно потрясающе, потому что мы идем от семинарского храма маленького прямо до той самой Сионской горницы, до той самой Синагоги, в которой сошел Дух Святой на апостолов. Сухая трава, хочется чихать, кашлять от нее. Очень жарко, пыльно. Но это какая-то радость первой благодати. Как будто на время этого крестного хода мы ощущаем себя, как апостолы в день Пятидесятницы. КАРТЕЛА Однако не только благодать и радость окружают христиан в этот день. Ощущаем мы на себе гонение от иудеев. Синагога, в которой Дух Святой сошел на апостолов, синагога, которая была обращена в церковь царицы Елены в IV веке, сегодня снова синагога с 1948 года. Там гроб царя Давида, там особо молятся евреи о пришествии к Мессии. И вот представьте себе, в этот день появляются здесь христианские епископы. И священники, и монахи, и еще поют. И евреи, конечно, очень и очень этому противятся. Выкрикивают всякие оскорбительные слова и всячески пытаются выжить христиан отсюда. Не без труда поднявшись в Сионскую горницу, а вернее в храм крестоносцев, который над ней, мы погружаемся в атмосферу средневекового храма. Очень красивые своды, необыкновенные колонны. Сегодня здесь, конечно, очень-очень многолюдно и трудно оценить красоту этого помещения, но зато и такое пятидесятное состояние, когда все народы вместе, ведь здесь сегодня и греки, и арабы, и румыны, и русские, и кого только нет, все народы вместе и славят Господа. Сперва владыка читает коленопреклоненную молитву, а потом бывает молитва. Заканчивается крестный ход особой молитвой у прадбища. На Сионе есть единственное в Иерусалиме православное кладбище, где хоронят православных арабов и наших православных русскоязычных христиан. И вот здесь особо молится в этот день по покоению всех усовших. Замечательная сегодня погода в Иерусалиме, прохладно, ветерок, даже немножко облачка. Необычно для июня месяца, но вот такое особое благорастворение воздухов в этот день. Мама, у меня есть штула. Мама, мам, есть какао? А сейчас здесь немецкий монастырь и уютное немецкое кафе с уютными немецкими продавщицами, с прекрасным капучино и очень вкусными булочками и тортиками, которые мы сейчас и будем пробовать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!